всем здравствуйте вы на канале солнечный дворик и с вами я елена бородина сегодня я вам показываю своего бролера моему бролеру сегодня 36 дней вот он как выглядит это вид моего бролера давайте на нижней клетке посмотрим вот это нижняя клеточка давайте вот так мы посмотрим поближе сверху вот у них сейчас свободненько и в брудерах у меня сидят вот здесь бродры сидят тоже бролеры мне кажется не помельче здесь брудерах не знаю и вот еще в этой клетке все серенькими отметочками вот наши вот наши те которых я лечу которым я делаю уколы кальция бор глюканат потому что они сели на ноги видите у каждого как отставлена ножка вот сегодня я буду делать и второй укольчик вчера я сделал один и сегодня буду делать второй как делаю три укола с вами посмотрим если результат или нет у этих бролеров я не сразу начала делать укол как они сели на ноги а спустя неделя это как раз будет эксперимент эксперимент помогает вы через неделю этот укол потому что если сразу начинать колоть буквально после первого укола они очень хорошо встают на ноги вот такой бролер давайте мы с вами сначала взвесим несколько штук ну а потом если мне получится заснять я покажу вам как я делаю уколы подкожно бедро обкалывание давайте посмотрим без бролеров так аккуратно сажаю так вот посадила первого бролера его вес 2800 вот еще один бролер маленького возьмем бролера этот маленький бролер весит 2 200 вот по норме как раз еще одного давайте возьмем другой клеточки посмотрим тоже 2760 из другой клеточки высох Тихо, тихо. 2,700. Хорошие бролеры. Почему-то я думала, что в брудере меньше бролеров. В клетке они крупнее кажутся. Тихо, 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 тихо. Вот 2,500 бролер. Ну и вот давайте с вами хромого взвесим. Они, конечно же, отстают в весе. И вот хромой весит. Тихо. Ну, где-то 2 килограмма. Вот, видите, меньше нормы. Потому что им проблемно, конечно, и кушать, и пить. Ну вот, коротко мы посмотрели с вами вес бролеров. Сейчас я сделаю уколчик. И мне надо будет убраться. Видите, сколько помета за сутки наложили бролеры. Поэтому надо все хорошо убрать. Еще и сделать влажную уборку. Я протираю влажненькой тряпочкой всю клеточку. Ну, так они хорошо выглядят. Вот, смотрите. Кстати, на вид-то бролеры хорошенькие. Кушают они у меня рост. Комбикорм у меня микслайн. Вот так вот они выглядят. Ну все, давайте сейчас попробуем сделать им уколчики. Если получится снять, то вы увидите, как я их делаю. Кстати, я хотела вам сказать, как делать уколы. Уколы делают подкожно. Пузырек кальций-бор-глюканат. Сейчас я вам его покажу. Вот пузырек кальций-бор-глюканат. Выглядит вот так вот. И он для уколов действует 48 часов. А для пропойки действует 5 дней. После истечения этого срока пузырек можете выкидывать. Но я не выкидываю, я всегда пропаиваю. Что все пошло моей птичке. Сейчас у меня как раз верхняя клетка пьет кальций-бор-глюканат. И вот этот брудер, где сидят эти бролеры, в которых я делаю уколчики. Ну все, давайте попробуем сделать уколы. Беру раствор. Переворачиваю, чтобы туда не попадал воздух. Набираю 1 кубик, потому что норма 0,5 на килограмм веса. У меня 2-килограммовые бролеры. Поэтому я делаю 1 кубик. Очень удобно инсулиновым шприцом делать подкожно. И набирать очень удобно именно 1 кубик. Набралось. Так, убираю воздух. Закрываю пока крышечкой. Потому что очень нежные иголочки. И беру бролера. Какого бролера мы берем? Любого. Вот смотрите, вот этот уже более-менее встает на ноги. Вот этот вот. Так, давайте возьмем вот этого. Так, зажала я крылышки. Вот так вот. И несу. Так, вот так вот я его переворачиваю. Беру больную ножку. Беру шприц. Сама не знаю, видно вам или нет. Снимаю одна. Тихо. Тихо. И вот здесь вот делаю кольчик. Вот, смотрите, прокалываю кожицу. Вам, наверное, и не видно. И вставляю. Давайте вам покажу. Уберу вот здесь вот. Как же вам показать. Вот, беру подкожно делаю укол. Поэтому у меня инсулиновый шприц, видите? Потом прокалываю в другом месте. И опять ввожу. Раза три-четыре прокалываю. Вот сейчас буду мазать вот этот на топкиш. Знаете, я что заметила? Мне кажется, вот этот встал на ножку. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Ходишь ты, не ходишь? Ну вот, он ее уже подтягивает. Вот у этого прям явное улучшение. Ну-ка, давай, пройдись. Мне кажется, он уже на нее встает. Ну что, уколчики мы сделали. Пока мы делали уколчики, здесь все поели, успокоились. Я сейчас здесь уберу помет и потом возьму вас к себе домой. И покажу, что же меня ждет дома. У меня там для вас новость. Ну а сейчас, сейчас я вам хочу показать обзор покупочки своей. Любители все на ютубе показывать свои покупочки. И сейчас мы посмотрим, что же я купила. И вот я что купила. Ну, конечно же, я вам могла показать только яйца. Это у нас яйца. Я сегодня получила новое яйцо. Вот такое яйцо. Видите, здесь как мало. Это у меня эксперимент. Я хочу попробовать на вкусовые качества яйцо цветного броллера. И вот здесь вот у меня цветной броллер. Здесь у меня вот такая печать. Это Red Bro. И вот такая печать. Это Master Grey. Master Grey у меня 6 яиц. И 8 яиц Red Bro. Ой. Мы с вами посмотрим потом, сколько же у меня вылупится. Даже если по 4 будет, и то хорошо. Вот смотрите. Это вот что яйцо. Ой, какое стрёмное маленькое яйцо. Даже печать на нём какая-то странная. И вот рядом лежит яйцо. Ну вот, посмотрите. Вот это разница. Но будем выводить. Положим все. Так, это у нас яйцо цветного броллера. А здесь? А здесь у нас яйцо белого броллера. Это у нас роз 308. Чехия. Какая-то размывчатая печать. Но я знаю, что меня никто не обманул, что это именно так. Так что закладываю я сегодня инкубатор. Сейчас обработаю яйцо. Инкубатор уже включен на 38 градусов. И вот ещё там один лоточек. Будем выводить чешских розов. Очень хотела я в этом году поработать с нашим отечественным яйцом. Сейчас у меня роз 308 в башкирской птицефабрике. В клетках. И хотела я смену 9 попробовать. Друзья, слышите? У нас такой гром. У нас такая гроза. Но... Это я отвлеклась. Но придётся выращивать вторую партию чешского броллера. Но тоже роз 308. Хотела кобы взять. Но, если честно, я росу больше люблю. Вот поэтому мне вместо кобов и пришли росы. Всё, я занимаюсь делом. Как я только заложу в инкубатор, я вам всё покажу. Да, яйцо я буду обрабатывать глюдезом. Просто сейчас в мисочку положу. Спрысну, протру и в инкубатор. Вот лежит моё обработанное яйцо. Очень хорошо мне его доставили. С трещиной только вот одно яйцо белого броллера. И вы знаете, какая-то микротрещина вот на этом яйце есть цветного броллера. Ну ладно, мы потом посмотрим. Почему я решила вам показать яйца? Ну потому что, конечно, я не удержалась. Мне надо взвесить вот это маленькое яйцо и какое-нибудь другое цветного броллера. И давайте посмотрим, сколько же этот лилипутик весит. Так, берём. На весах ноль. Мы его взвешиваем. 45 грамм. Малявочка. Так, и ещё яйцо цветного броллера взвешиваем. Так. И оно у нас весит 66 грамм. Ой, какое большое. Ну-ка, давайте-ка ещё взвесим цветного броллера. 65 грамм. 65 грамм. Так, это у нас Red Brawl. Давайте взвесим. Теперь яйцо. Они помельче, вот эти яйца. 62 грамм. Тоже крупные. Это мастер грей. Так, и давайте возьмём парочку яиц. Самое крупное взяли. Нет, средненькое. И вот помельче. Мы взяли белого броллера. Так, 57. Ну, и прям отличный вес для яйца. 52 прям может даже. Ой, какое крупное яйцо. А здесь есть ещё крупнее. Это у меня в инкубатор не поместится. Ой, 70 грамм. Точно. Как же я их буду укладывать? Ну, сейчас постараюсь сколько-нибудь, как-нибудь уложить. Вот, показываю, как у меня отлично поместилось всё яйцо. Зажимаю я кассетами. Вот, видите, из-под яйца. Раньше я чем только не пробовала. Вот, я его установила. Всё. Включаю поворотник. Проверяю. Правильно я его установила. Всё, поворотник правильно. Всё яйцо стоит. Ну, всё, закрываю. И поехали. Вы были на канале Солнечный дворик. И с Вами была я, Елена Бородина. Пока-пока. Поехали. Пока-пока. Продолжение следует...